Всем привет! Вы на канале Покашеваре, мы сегодня жертва маркетинга! И я сегодня купил не молоко! Не молоко, серьезно! Это такая штука, на которую уже Диман, вот этот самый вот Диман, который снимает, он же мой родной братик, на своем канале уже обзор выпускал. И я говорю, ты вообще красавчик, у себя на канале, значит, обзор выпустил, а брату сказать, чтобы он такой обзор интересный снял, и не сказал, короче, в общем, тебе предъява, понял? Но ссылку я на тебя оставлю, так и быть, в описании. Канал Диман Плагиатор, можете подписаться, там Димана поддержать. Короче, он обзор на не молоко снял, я честно даже уже не помню его мнение, я серьезно, Дим, не помню, что ты говорил. Я решил для своего канала сделать и высказать свое мнение относительно вот такого продукта, который называется не молоко. Ё-моё, это реально не молоко, представляете? То есть тут так и написано, что мы за мир, в котором все натуральное и полезное. Так, нет, это не подтверждает, что это не молоко. Это растительный продукт из 100% российского овса, богатого белком и клетчаткой. Причем, смотри, у них тут куча разных вкусов. То есть это, типа, решит вопрос тех, кто любит шоколадное молоко, и есть не шоколадное, не молоко. Это классическое экстралайт, я одно и то же, что ли, набрала. Классическое 3,2%. За счет чего они жирности, кстати, добиваются? Вот это непонятно. Овсяная фруктовая экзотика. Тут нарисовано маракуйя. Я за маракуйя вообще готов душу продать. Обожаю этот фрукт, серьезно. Еще две маленькие баночки. Овсяная сливочная. А, это сливки, 12% жирности. И ванильное какое-то не молочко. Я вообще молоко не очень люблю, честно. У меня в детстве бабушка... Баб, привет, я знаю, ты смотришь ролики. Меня перепоило просто молоком. Ну, по мне видно, что я вообще очень хорошо вскормленный человек. В общем, я ходил сам за молоком запарным, приносил в бидоне, и, сука, по указке бабушки, выпивал, блин, пол этого бидона. Поэтому я такой толстый теперь, да. Ну, не, не поэтому, я просто жиру на ночь из-за этого всего. Так, ладно. В общем, давай пробовать разбираться, что это за продукт. Производят это чудо компания ОАО Сады Придония. Это вот те самые соки. Кстати, мультифруктовый сок я очень люблю. Именно от Сады Придония. Остальные соки я не пил. Поселок... Прикинь, поселок Сады Придония прям такой есть, оказывается. Поселок Сады Придония. Круто. Претензия по качеству принимает ООО Тибетрей, город Минск. Срок годности 12 месяцев. Состав, подожди. Так, вода, овсяная мука, концентрированный апельсиновый сок, манговое пюре, концентрированный сок маракуйи. Абсолютно натуральный продукт. Вот что с ванилью? Тут, наверное, ванилин или натуральный ваниль, я прям не знаю даже, честно говоря. Вода, мука, сахар, загуститель, ксантановая камедь. Эй! Экстракт ванили и бета-каротин. Это тоже краситель оранжевенький, чтобы цвета добиваться. Я не очень понимаю, за счет чего они все-таки добиваются жирности. Потому что, окей, жирность там 3,2%, 0,5% это хорошо, это практически ее особо нет. Но вот за счет чего добивается жирность, например, 12%. То есть это как бы сливки, да? А, рапсовое масло. А здесь и здесь тоже рапсовое масло. То есть везде добавляется рапсовое масло, которое и дает жирность. То есть не молочный жир, а растительный жир. Пальмовое масло, пальмовое масло, все бежим. Ну здесь рапсовое, не пальмовое, короче. Ну тоже надо бояться, ведь обязательно посмотрите телек, какой-нибудь РНТВ. Там вам расскажут, что и это очень плохо. А я не буду. У меня ни молоко не упало. Стоит ни молоко, если по акции я брал в ленте, какие-то стоили 80 рублей, какие-то 120 с чем-то. Короче, вот такие вот цены. Да, дофига дороже обычного молока раза в полтора. В полтора. На упаковке, причем написано, смотрите, без растительного масла и без соли, да? И действительно, я говорил про рапсовое масло, но не во всех оно есть. То есть составы отличаются. Вот, например, напиток вот этот фруктовый действительно не содержит рапсового масла. Вот здесь такой надписи нет. Здесь молоко 3,2% и здесь уже рапсовое масло на месте в составе. Без растительного масла и в составе его как бы действительно нет. Основу этого продукта всегда составляет вода и овсяная мука. А дальше уже добавляются всякие приблуды. На каждой пачке рекомендуется взболтать напиток. Опа, а что это он? Смотри, этот у меня, кстати, не падал, а он расплескивается. Это вообще законно. Давай шоколад. Ух ты, смотри, ничего себе. Я думал, цвет будет такой, бледненький довольно. Нормально. Так, не молоко. Это с чем? Это 0,5%, которое как бы... Ну вот цвет, конечно. Так, и в 3-й, пока у меня просто стаканы закончились, и в 3-й я налью фруктовое, а не молоко. Значит, сливки, ваниль и вот это вот не молоко пожирнее я попробую чуть попозже, когда помою стаканы. Или не помою. Так, еще у нас органолептический метод включается. Пахнет фруктами, похоже на какой-то, типа, обычный молочный, действительно, коктейль фруктовый или йогурт. Это молоко с низким содержанием рапсового масла, и шоколадный прям реально пахнет шоколадом, похоже на коктейльчик. Все, ребят, давай, никогда не пил такой продукт, пробую первый раз в жизни. Зашибись, привкус овсянки, ощущение, что я пью молочный напиток, пожалуй, нет. Есть ощущение, что я пью какую-то овсяную настойку с добавлением, действительно, сока. В целом достойно, но вкус ненасыщенный. Мы все с вами воспитаны уже вот этими вот лимонадами, где куча сиропа, там, ароматизаторов добавляют. Здесь нет такого ощущения, что прям вкусовая бомба. Тем не менее, привкус апельсина вот чувствуется в первую очередь маракуйя прям совсем отдаленно. Я, как любитель маракуйи, маленько обломанный. Ладно, давай попробуем нежирное молоко. Блин, нежирное не молоко. Фу, блин, это хрен выговоришь. Если сравнивать с молоком коровьим, обезжиренным, вот тоже обезжиренным, редкостная дрянь, серьезно. Я молоко-то и так не особо большой любитель, как я сказал. Но вот обезжиренное молоко я вообще пить не могу, потому что оно, ну, вода просто, вода. Вот это обезжиренное не молоко вкуснее обезжиренного молока. Мне нравится по вкусу эта штука вот именно за счет вот этого привкуса овсянки. То есть он такой легкий, но хорошо чувствуется. То есть как, если как молоко воспринимать, наверное, нет. Разве что цвет создает впечатление. Вкусно. Я должен сказать, что это, пожалуй, вкусно. Так, ладно, Дим, тебе там за интеграцию не платили ничего, нет? Тебе понравилось или нет? Я вроде их и не хвалил. Тебе не понравилось, Аня? Не понравилось. Потому что овсянка с молоком за такие деньги огромные. Ну, про деньги это отдельный разговор. Ну, слушай, ну вкус у него довольно забавный. Вкус неплохой, особенно. То есть если как бы не пытаться с молоком ассоциировать, то как напиток он прикольный. Как напиток, да. Неплох. Так, шоколадный пробую. А ты шоколадный пил? Ну. Я пил, я сказал, что как разбавленный Несквик. Как разбавленный Несквик, точняк, да. Как разбавленный Несквик. Ну, короче говоря, Несквик лучше, Несквик вкуснее, Несквик насыщеннее. Но это, то есть где-то по вкусу, вот по шоколадности процентов, наверное, разбавлено, но не сильно. Наверное, процентов вот 90 от Несквика, может 80. Мне они зашли, то есть и, ну, наверное, вот этот вот обезжиренное молоко мне понравилось больше. Потому что остальное как бы чуть-чуть не до. Если взять фруктовый, то фруктовый есть вкуснее, да. Молочный, если взять шоколадный, то молочный и шоколадный вкуснее. А вот это как бы самобытная штучка, она довольно интересная. Ладно, в общем, все, попробуем. В целом, я думаю, я разочаруюсь совсем, а нет. У нас осталось еще молоко, которое пожирней. Ванилька и сливки. Так, это сливки. О, смотри, вот у сливок прям белый цвет. Прям белый цвет. В отличие от обезжиренного не молока. Это ванильный. Тоже здесь, он такой желтенький. Это явно краситель бета-каротин сделал свое дело. И опять-таки, желтое молоко 3,2%. Все, друзья мои, у нас осталось три последние пробы. Рапс, оказывается, это такие цветочки. Я вообще не знал, между прочим. Желтые поля. Желтые поля. Блин, нифига себе. Бывает рафинированное и нерафинированное. В семенах рапса содержатся вредные для всех видов млекопитающих вещества, такие как тиоглю... Тиоглюкузит и эруковая кислота. Но в 60-х годах 20 века селекционеры выявили сорт рапса с минимальным содержанием этих, извиняюсь, ядов. И с 80-х годов это масло нашло применение в кулинарии. И если бы эти ребята Сады Придонья выпустили бы до 60-х годов, ребята, мы бы с вами травились бы этой штукой. Сливки. То же самое, что молоко, которое мы пили до этого, просто более густое и более жирное. Жирность ощущается. Так. О! Нифига себе ванильное! Бомбическая фигня, реально. Очень насыщенный вкус, прям максимально. Ни один ванильный молочный напиток, который вы купите там хоть чудо, хоть что-то, вот не будет обладать таким мощным вкусом. Очень насыщенный ванильный вкус. И по консистенции оно ближе к сливкам. Подожди, это тоже, наверное, сливки, нет? А, вместо заварного крема, то есть это тоже жирная штука, видимо. Офигенно, слушай. Вместо заварного крема, я не знаю, он не настолько густой. Но вот как напиток, очень вкусный. Так, он тоже содержит рапсовое масло? Да, тоже содержит рапсовое масло. Очень сопоставимо, ну, даже судя по маленьким баночкам, это, видимо, тоже сделано в стиле сливок, как бы. И то, и другое, одинаковой консистенции. Ванильный бомбический вкус, мне очень нравится. Так, и молоко 3,2%. Не молоко 3,2%. Не 3,2%. Не покашеварим, не подписывайтесь на канал, не ставьте лайки. Ой, после ванильного просто кажется, что это вода. Вот, ладно, в общем, я все попробовал. Что сказать? На самом деле, 0,5%, 3,2% не молоко. Все это приблизительно одинакового вкуса. Легкий такой привкус овсянки. Ну, как бы вот, грубо говоря, если обычное молоко, залите овсянку, да, и выстоит там день, оно, наверное, вот насытится вот этим вкусом, таким вот, ну, прикольным ореховым вкусом. То есть, в принципе, вкус овсянки, он вкусный вкус. Молоко не молоко, но я реально с ума сойду. Ребят, ну, о чем можно говорить? Я человек, который на стены себе на кухне наклеил, сука, газонную траву. Ну, вот, со мной можно теперь после этого разговаривать как с адекватным? Я вообще не уверен, честно говоря. В общем, на самом деле, на самом деле, несмотря на то, что я ожидал абсолютное отсутствие вкусов и что-то такое очень водянистое, нет, такого ощущения нет. То есть, это, в принципе, напитки, которые достойны внимания, особенно если, например, по какой-то причине вам нельзя молочный белок употреблять. Нормальная альтернатива, я думаю, если добавить в кашу, если, там, я не знаю, ну, в кофе добавить, да, вот эти вот сливки, то, в принципе, даже, наверное, какой-то необычный вкус, я ощутишь, от кофе. Новый дополнительный вкус. Вот. Что касается сливок ванильных, они меня вообще впечатлили. Вот они, по-моему, да, вот эта штучка. Бомбический ванильный вкус, мне очень понравился. И шоколадные, в принципе, наверное, вот именно как напитки, шоколадная вот эта штука и ванильные вот эти сливки прям по вкусу очень хорошо сделана. Остальное, ну, это компромиссная история. Можете покупать, можете не покупать, равно как эта, мне вообще все равно. Сады Придония мне не пополнили счет ни на копейку, но это никоим образом не отменяет того факта, что, в принципе, эта штука неплохая, но адски дорогая. То есть, ну, 120 рублей за литр овсяного напитка, учитывая, сколько стоит овсянка, наверное, это овер дохрена, да. Но это и не для всех потребителей. То есть, скорее всего, это рассчитано на тех, кто не пьет молоко, равно как там безлактозное молоко и так далее, и так далее. Все, ребята, жертвы маркетинга. Канал Покашеварим. Ставьте не лайки, не ставьте лайки. В общем, делайте все, что хотите и все, что требуется. До скорой встречи. Скоро еще много интересных обзоров. Подписывайтесь на канал. Спасибо. Пока. Ты оценки не ставишь? А что, надо оценки ставить? А, оценки ставят. А, ну давай, да, оценки. Оценки выставим. У нас, значит, критерии. Название, цена, бренд, вкус, натуральность, цена. Цена? Цена? А. Вкус, натуральность, цена. Просто у тебя цена, именно цена стоит. И есть критерий цена, короче. Надо переназвать как-то. Ладно. В общем, давай так. Вкус. Я поставлю смелую, наверное, 4. Я поставлю 4. В принципе, ну прям, как бы, восторга нет, разочарования нет. Я ожидал разочарования. Хорошо. Натуральность? Абсолютно 5. И цена? Цена 2. Да, цена 2. Это дорого. И общую оценку вы можете увидеть где-то здесь. Или на сайте pokashewarim.ru в разделе GME. Прям такой раздел есть на сайте. Ага. И вообще, есть сайт pokashewarim.ru, прикиньте. Пользуйтесь на здоровье. Там и рейтинги доставок. Там и куча всяких статей. Вон, Димон ведет сайт. А Димон знает, как вести сайты. Лучшая и самая современная, самая актуальная информация по жрачке на сайте pokashewarim.ru. И на канале. Вот теперь точно подписывайтесь на канал. Точно ставьте не лайки, не ставьте лайки. Нет, я даже плохо сказал. Не ставьте. Не ставьте дизлайки, ставьте лайки. Вот это будет справедливо. Вот. И все. До свидания. 15 секунд сейчас выдерживаем, чтобы вы могли нажать на эти иконки, посмотреть ролики, подписаться на канал, перейти на сайт. Ага. До свидания. До свидания. Продолжение следует...